Всем привет! Но если вы открыли это видео, значит вам не безразличен NUX проект. И это видео обращение к администрации. Мы хотим развития. Мы хотим движения проекта. Мы хотим, чтобы часть денег, которые мы вам донатили на вашу игру, именно шло на развитие проекта, а не набивало карманы ваших толстосумов. Мы обращаемся от игроков, а обращений очень много. Большинство игроков просто бросило играть и не хочет больше участвовать в вашем проекте, ибо очень много недочетов. И самый главный недочет это остановка развития проекта. 2020 год, март месяц, была введена последняя экспедиция. Все. Далее идет просто формально круговая порока. О ней все вы знаете. Есть специальные таблицы, которые говорят об ивентах, которые проходят у нас. И проходят они всегда циклично. Мы хотим что-то новое. Мы хотим новый ивент. Мы хотим новых мехов. Мы хотим новый расход. Мы хотим очень много. И это все можно прочитать на форуме. Но самое интересное, даже таким блогерам, как Александр, да, у нас ведет, и как я, администрация не отвечает. Причина как бы простая. Мы также не имеем основных контактов с администрацией. Поэтому мы обращаемся в службу поддержки. А служба поддержки имеет такую интересную вещь. У них есть бумажка о неразглашении, и они не имеют права что-то говорить. Они имеют право только в отношении определенного списка вам что-то посоветовать. И все. Если у вас какие-то вопросы, еще что-то, вы хотите обратиться к администрации, то, пожалуйста, переходите на форум. Об этом знают. Это отписка самая главная, которая у них написана. Ну что ж, давайте же перейдем на форум, на который нас постоянно отправляют. В 2018, наверное, году я людей просил перейти на форум, чтобы можно было бы задавать вопросы администрации. В 2018 году приток игроков еще был хороший. Ибо у нас еще флэш работал. В 2021 году, именно в январе, с отключением флэша начались проблемы. Ну, как вы знаете, чтобы поиграться в нашу игру, нам надо что сделать? Перейти на сайт Абиса, да? Ну, то есть скачать сам Абис к нам. После чего его установить на компьютер. Но самое интересное, в нашу игру же не играют только взрослые дяденьки и тетеньки. В нее играют, конечно, и же молодежь. Кто даст на ноутбуке отца, на компьютере мамы установить какой-то левый браузер? А еще с неизвестной криптовалютой внутри. Конечно же, вам это не дадут сделать. Ну и, конечно, какая игра может быть, если вы играться не можете? Это браузерная игра. Браузерная игра должна открываться в любом браузере. Стоит у мамы хром, в нем должно все работать. Но, если честно, такие вопросы тоже есть на форуме. Вот ссылочка, как говорится, у нас на форум. Давайте же мы туда и стартанем. Интересно. Итак, нас интересуют именно предложения к администрации и вопросы к администрации. Если вы видите по данным вопросам, ссылочки, конечно, я оставлю на форум, потому что многие даже там ни разу не были, но никаких ответов. Ну и давайте остановимся на одном из постов, чтобы можно было просто почитать. Все-таки игрок играет более 10 лет, и, как говорится у нас, у него наболело. Но ответов нет. Ну, как и положено, видимо, на форуме. Все разработчики, очнись же, игра перестала развиваться, и игрокам уже поднадоели. Поуходили игроки. Последняя идея была созданием башни смерти. Об этом я, кстати, говорил. А также экспедиция свалка. 2020 год. Насчет подарков уже другая тема. Поэтому действуйте. Придумайте что-нибудь интересное в данную игру. Были креативы, идеи, куда они делись. Игроки не понимают, что творится изнутри. Игра, по сути, умирается. Выдержите благодаря подаркам, новогоднам саням и биржевому кризису. Будьте откровенны. Раскройте правду и суть игры, что происходит. И самое основное, где связи с основателем Музвами. Хотя было бы интересно. Должно быть ощущение между игроками и создателями. Последнее интервью с администрацией как раз походило у нас в 2020 году. После этого, к сожалению, администрация на связь не выходит. И с нами не ведет разговоров о дальнейшем развитии проекта. Вот правильно человек, кстати, написал. Игра хорошая. Но к чему скрываться и прятаться от игроков? Всего хорошего. Хорошего. Написал нам игрок под ником MusicWarsHouse. Ну, не знаю, кто ты, братан. Но действительно, таких тем на форуме очень много. Давайте вернемся к нашему выбору и еще почитаем. Но это был всего один пост. Всего один пост, который был написан буквально в апреле. В апреле месяце. То есть за это время ни одного ответа. Ну, просто прям шедевральное. Вот ничего не могу сказать. Сколько сейчас людей работает над проектом? Ну, я думаю, что вот примерно столько. Не хотелось ругать вообще проект. Но я тоже, как блогер, хочу увидеть какое-то развитие проекта. Хочу увидеть что-то новое. Даже если это будет простой визуал. Изменение моделей игроков. Изменение шмоток. Вот просто реально. Добавление новых машинок. Да, вот украшения для машинок. Ну, то есть, ну, не важно. Есть много вариаций. Здесь на форуме, если просто пройти и почитаться, игроки предлагают тьму вариаций. Что можно было сделать? Но самое главное, да. Люди хотят видеть приложение для телефона. Октябрь 14-22 года. Я прекрасно понимаю людей, которые хотят видеть приложение на телефоне. Что сложного нанять простых разработчиков? Перевести проект, именно проект формата флеш на HTML5. Даже когда-то я в свое время делал видео по новым музмехам. И выходил ко мне как бы на связь один из программистов, который действительно сказал, что можно сделать такую вещь, как перевести игру на HTML5. Но, к сожалению, ответа от администрации мы не услышали. Ну и ссылочка на форум внизу в описании. Можете перейти, почитать основные темы. Можете где-то что-то ответить. Но, если честно, хотел услышать в комментариях немножко другую информацию. Ждете вы что-то от проекта или не ждете что-то от проекта? Играете ли вы до сих пор с желанием? Или же играете уже, как многие в этой игре, просто для того, чтобы убивать время? Ну и напоследок. Ну и напоследок хотел обратиться к администрации. Мои контакты всегда находятся в описании, в шапке канала, на ютубе. Ну и как бы сам ютуб тоже является такой, скажем, платформой, где можно со мной просто связаться. Но я предпочитаю вообще разговаривать на такие темы в контакте. И что же хотелось сказать? Хотелось сказать, что многие игроки все-таки верят в проект и хотят видеть его развитие. Возможно, вы что-то делаете в фоне, но об этом никому не говорите. Возможно, происходят какие-то изменения, но вы не анонсируете эти новости. Мы бы хотели знать, какая группа работает над нашим проектом. Есть ли развитие данного проекта в дальнейшем? Есть ли в планах какие-то нововведения в данном проекте? И хотя бы вот самое элементарное. Дайте какую-нибудь почту, какой-нибудь контакт, с кем можно вести данный разговор. Действительно, очень сложно. И просто проект как бы находится в такой замороженной стадии. Все же чего-то ждут, но дождаться не могут. Жду от вас сообщений и обратной связи. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют в наших глазах. В нашем смехе и в наших связях пульсациях. Перемен мы ждем перемен. Редактор субтитров А.Семкин